здравствуйте друзья вот и закончилась очередная стройка наша совместная которая шла в режиме стримов я предлагаю подвести как обычные итоги и так напомню собирали мы модель немецкого танка периода второй мировой войны модель танка leopard vk 1602 от компании амюзинг хобби 35 масштабе начну как обычно непосредственно самого набора комплектация на мой взгляд хорошая в наборе присутствуют детали фототравления с решетками мто бортовыми экранами зонтичной антенной и рядом других мелких деталей например крепление шансов инструмента также отмечу что в наборе присутствуют специальные кондукторы для правильного сгибания некоторых деталей с фототравления что касается функциональных особенностей набора тут тут наверное отмечу вариативной сборки хотя конструкции в этом плане у меня есть претензия заключается она в том что в инструкции не указано какие варианты какой модификации данной машины относятся то есть просто хотите делайте так хотите делайте так что на мой взгляд ну не очень скажем так удобно и заставляет искать какую-то дополнительную информацию далее отмечу возможность собрать рабочую подвеску на трассионах и наборного наборные траки на полупальцах но здесь тоже есть некоторые нюансы но об этом чуть позже люди данные отдельными деталями и могут быть выполнена в открытом положении но опять же здесь стоит отметить что из интерьера у нас присутствует только казенную часть орудия пулемет прицел и пару сидений в башне фигурку наборе нет поэтому я решил все люки делать закрытом положении также еще наверно один нюанс отмечу касающийся башни то что башни у нас корпусу никак на корпусе никак не закрепляется а просто держится на трении но держится достаточно неплохо теперь что касается пластика и собственно сборки клеится и обрабатывается пластик без каких-либо проблем стыкуем то есть в целом на хорошем уровне но на мой взгляд до там еще не дотягивает неприятным сюрпризом стало наличие утяжек на некоторых деталях что потребовало их шпаклевание ну и также еще из мелких таких недочерк тут наверное можно отметить отсутствие фактуры дерева на бруске под домкрат и не совсем удачный выполнен стык верхней лобовой детали с верхней частью корпуса то есть стык сделал не по шву а по краю плиты на котором шва как раз быть не должно поэтому там пришлось также воспользоваться шпаклевкой при сборке ходовой обращу внимание на следующий нюанс собранные катки при установке на оси желательно фиксировать на клей к сожалению втулок специальных как это дают некоторые другие фирмы в наборе нет вот а если не приклеивать то они достаточно болтаются сильно на осях и при монтаже гусеницы все это дело может рассыпаться вот что касается сборки самой гусениц то здесь сама сборка проблем никаких не вызывает кроме того производитель дает специальные кондукторы для облегчения этого процесса здесь единственное что я обращу особое внимание это нужно быть предельно внимательно чтобы не перепутать левую правую гусеницу и не перепутать сами полупальцы поскольку их дается два вида и здесь нужно очень внимательно отследить внутреннюю и наружную сторону чтобы не перепутать их местами вот в целом пальцы встают достаточно легко ничего подтачивать не приходилось держится в большинстве своем натрении но было несколько моментов где они пытались выскочить но там можно немножко зафиксировать клеем я в принципе особо клеем не фиксировал чтобы сохранить подвижность гусеницы поскольку окрашивал ее отдельно вот но в любом случае я рекомендую после монтажа гусеницы на уже непосредственно на машину для надежности пройтись по пальцам клеем и немножко гусеницу зафиксировать по сборке пожалуй это все единственное что отмечу что самостоятельно но были добавлено проводка к домовым гранатам ну и как я уже говорил это немножко доработал я брусок под домкрат то есть попытался сымитировать фактуру дерева в остальном все это штатные детали набора теперь что касается непосредственно краски и всего остального но после сборки модель была обезжирена и загрунтована в качестве грунта использовал грунт на водной основе от pacific 88 черного цвета далее модель была окрашена томийскими красками в качестве базового был взят xf60 немецкий желтый и камуфляжные пятна нанесены цветами nato green и nato brown и здесь стоит отметить еще один минус инструкции в том плане что самой инструкции вот этого камуфляжа нет то есть там представлено несколько вариантов отличающихся только маркировкой нанесением декали все варианты представлены в однотонном немецком сером то есть вот такой вот камуфляж изображен только на самом бокс арте далее на модель был нанесен глянцевый лак томиевский x22 и нанесены декали по декалям отмечу лишь тот момент что мне показалось что декали не очень восприимчивые к томиевского маркфиту как-то они слабо с ним реагировали но поскольку поверхности здесь достаточно простые на которые они наносят то есть нету сложного какого-то рельефа то проблем с ними не возникло после декали на модель была нанесена смывка и вся модель опять же закрыта уже полуматовым лаком в этот раз в этот раз я использовал акановский лак серии аква после этого я перешел к нанесению масляных точек использовал велдерское масло затем в дело пошли пигменты пигменты в основном используюсь по ходовой части также отдельно тонировался глушитель запасные траки и потом все это уже в окрашенном виде собиралась на модели после того как масло подсохло уже в собранном виде вся модель была закрыта еще раз финишным слоем лака на этот раз это уже матовый лак опять же атакан на водной основе и далее простым карандашом грифельным я прошелся по некоторым граням по шиансовому инструменту дабы немножко все-таки восстановить блеск металла подчеркнуть какие-то оттенки металлического именно чтобы не было однотонно матового цвета и добавил подтеки различные жидкости в частности на катках немножко и в районе заливных горловин вот пожалуй все если говорить в целом то модель несмотря на некоторые недостатки оставила весьма положительные впечатления поэтому наверное могу и порекомендовать всем любителям бронетанковой техники немецкой того периода и еще раз хочу сказать всем спасибо кто смотрел кто участвовал в стримах если у кого-то есть вопросы замечания предложения отписывайтесь в комментариях буду рад услышать ваше мнение но на этом я с вами прощаюсь всего доброго и до новых встреч всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok